Всем благодарность в Биевке, радость и с полною естись, а спаси наш, пришедший в власти мир, и вас сердящий, сочник, милости, схода бы нас, благородитель, сердце и на людей согрешившие, еле якобы из насилу той ночи об убывающей радостью в Биевке, якожи некогда говорил без плотных артист России. Господу помолимся, Господи помируй. Продолжение следует... 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 О том, как Христа спросил законник, не желая познать истину, а желая уловить Христа в неправильном ответе, искушая Его и считая, очевидно, себя в более искусственном Слове Божьем. И спросил Христа, как нужно Ему поступать, чтобы спастись. Ответ был простой. Возлюбить Господа Бога и ближнего своего. А ответ был лукавый. А кто есть ближний мой? И Христос в притче о милоскетном самоременении, которую все должны знать, указал главное, что ближний мой – это тот, кто нуждается в моей помощи. Это согласно с другим повествованием из Евангелия, где Христос говорит о страшном суде Божьем. «То, что вы сделали единому от малых сил, то сделали для меня самого Бога». Это очень простая мораль, но вывод из этой притчи. Но это очень важное прелегатива, то есть руководство для нашей христианской жизни. И поэтому, не лукавым, а чистым сердцем, принимая это наставление Христа, будем и мы милосердны, и будем мы зрячими тому, тем, вернее, кто нуждается в нашей помощи. В нашей помощи нуждаться могут самые близкие и родные, но которым мы по какой-то причине имеем какие-то претензии. И вместо помощи наводим критику. Или могут нуждаться совершенно чужие люди, чужие по вере, чужие по национальности. Но, введя нужду, мы не можем отказать их помощи, потому как мы – христиане. И этот христианский дух – это желание помочь нашим близким, помочь не только материальным, но и духовным, чтобы слово жизни, слово Евангелия, которым питаемся мы, и которым мы живы, и которым мы служим, было доступно и было известно каждому живущему рядом с нами. Аминь. Верную, Господи, и исповедую, я запись и воистину Христов, Сын Бога живат, пришедшим и прежним спасти, от них же прежний я здесь. Ищи вверху, я в России самое причистое тело Твое, и в России самое чистое кровное. Молюсь обо Тебе, помилуй мя, прости мя при решении мое, больное и не больное. Я же словом, я же делом, я же введении и в неведении. Исподоби меня неосужденно, причаститесь и святых Твоих тайн в оставлении грехов моих и в жестече. Аминь. Мечери Твои, я тайные, не исцели порви, причастниками, а приеми, не по враговцы и тайну побегу, ни в обзании к нам, яка Иуда, но яка разбойник, исповедую Тя, помени мя, Господи, в отца Святой Твоем. Да не в суд или возрождение, хоть не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и дема. Аминь. Причащаться могут только те, кто готовились к причастию, исповедовались и не кушали, не пили ничего сегодня. В первую очередь зачищаются причины, подносите, грубых младенцев. И в первую очередь, младенцев, кто в шлах оброшенных всех, подносите сюда. Благодаря Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми. Аминь. Господи. И в тех Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Звучит Дима Торзок 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 Прошло почти пять лет с того момента, когда святейший патриарх Алексий II и высокопресвященщий митрополит Лавр подписали акт о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за границей. И после подписания этого канонического акта произошло первое совместное богослужение за все годы советской власти. Именно святая Евхаристия соединила и примирила ранее находящаяся во взаимном отчуждении две части русского мира. Все верующие восприняли это с великой радостью. Без сомнений, это величайшее событие совершилось по молитвам святых новомучеников и исповедников российских. Кроме того, даже находясь в разделении, мы были едины в главном, в сохранении догматов православной веры. И сегодня в нашей Барнаульской епархии более большое знаковое событие. Мы вместе с вами молимся у престола, мы потещаемся от единой чаши. Это величайшее событие, знак примирения русских людей. Мы оставляем разделение и недоверие. И мы видим перед собой великое поприще, когда мы должны приложить совместные усилия. Наш, уставших за годы разделений и разрухи проблем, народ жаждет прозрения и утешения веры. Для сомневающихся в этом, в эти ноябрьские дни имеется великое свидетельство. Не тысяча, а миллионы людей, жители, устремляются к великой святыне, к поясу Пресвятой Богородицы, который сопровождали иноки, насельники Святой Горы Афон в Атапецкого монастыря во главе с игуменом обители Архимандритом Ефремом. Эту жажду веры в наших соотечественников мы должны согревать и наполнять истинным ведением Бога, осмыслением служением и хранением заповедей евангельских. Это великое поприще для нашего общего соработничества. Дорогой Владыка, в память о нашем богослужении примите от нас в дар святую икону святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, который подвязался более сорока лет на сибирской Алтайской земле, после чего был направлен на служение в Первопрестольный град Москвы для того, чтобы стать митрополитом московским. Мы верим, что его ходатайство, его, того, кто десятилетия проповедовал в Алтайской духовной миссии Алтайскому боголюбивому народу Христа Спасителя, поможет и нам, нашим общинам, преодолеть те распри и нестроения. И видя это единство, евхаристическое общение, взирая на образ святителя Макария, миссионера, проповедника, поможет и нам вместе всегда нецеприятно говорить Христос посреди нас, и печать, и есть, и будет. Дорогой Владыка, привейте святой образ, все в память об этом нашем богослужении. И пожелание вам благодатных, здоровых, слова благодарности, что вы сегодня с нами. Благодарю вас, Владыка. Не надо, нагреть не надо, подонок, сатаны. Подонок, сатаник. Что же надо? Господи, порази, нежна. Ау, 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 ау. Мерзок-то, паразит. Вандитируй, сатаной. Ты отваля. Дай палку, я ему ебну по башке. Мерзок-то. Дай палку. Ты падаль. Мерзок-то. Боже Христос, порази, подонок. Сей его мерзостью. Подонок, что же парашек ходит. Записывай, как я. Подонок. Вот он. Сады. Сахты. Паразит, подонок. Сей его мерзостью. Сей его мерзостью. Паразит, подонок. Сей его мерзостью. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...